Песни на Утилуса страна пела хором. Свердловские рок-музыканты не один десяток лет умело дирижировали эмоциями миллионов. Тексты песен, которые нельзя забыть, до сих пор живут в сердцах поклонников, как и память о гениальном российском поэте, авторе этих врезающихся в голову строк Илье Кормильцеве. Он не работал на хорошую биографию и всегда жил и писал, как хотел, свободно, не оглядываясь на толпу. У него просто не было дома места, кроме кухни. Он выходил в подъезд, садился на ступеньки. И писал. Вот так был написан текст для скованных одной цепью. На этой лесенке его можно было очень часто застать. Идешь к нему в гости, он сидит на лесенке и пишет. Тогда было время, когда можно было прийти без звонка. Андрею Матвееву кажется, что в родном городе о легенде русского рока забыли. В других столицах, Москве и Лондоне, после смерти поэта появились памятник и мемориальная табличка. А на Урале лишь недавно появилась набережная Кормильцева. Улица находится в селе Косулино Белоярского района. Пока, правда, на ней всего один дом. Но строительство продолжается. Не без участия, пожалуй, самого экстравагантного уральского политика Антона Бакова. Это пруд Кормильцева. Небольшой пруд. Может быть, когда-нибудь море назовут, водопад. Пока назвали только пруд и набережную, которая застраивается вдоль пруда. Илья был великим человеком. У нас нет более великих литераторов, поэтов, писателей. Я рад, что мы первые несколько лет назад поняли это и оформили все документы и увековечили его память. Современно здесь, конечно, будет памятник Илье Кормильцеву. Все карты насчет памятника политик Баков пока не раскрывает. Сначала бы с набережной разобраться. Нужно очистить воду и заасфальтировать дорожки. А там и люди потянутся. Есть пруд. Возле него будет место для сидения и променада. Ну, соответственно, должны быть дамы в длинных юбках под зонтиками от солнца, которые будут гулять туда-сюда, сюда-туда. Дети, которые будут купаться в этом пруду, прыгая с набережной имени Ильи Валерьевича Кормильцева. Я папу поддерживаю во всем, и в этом в том числе. И, по-моему, это прекрасная инициатива сделать что-то для того, чтобы увековечить память великого человека. Мое детство прошло под лозунгом «Перемен». Мы требуем перемен, требуют наши сердца. И, конечно, это оказало очень большое влияние. Это музыка, это тексты, которые были очень важны для поколения моих родителей. Поклонники уральского рока признаются, Кормильцев едва ли не самая знаковая фигура в музыкальном мире страны. И сложно даже предположить, как бы сложилась судьба многих исполнителей, если бы их творческий путь не пересекся с гениальным поэтом. Поклонники уральского рока признаются,